Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет». Ответы на ваши вопросы. Если среди поста случаются дни рождения близких, как их отмечать? Или праздновать после поста? Можно ли жениться во время поста? Как быть, когда долгие семь недель, почти пятьдесят дней провозглашены постными, значит, никак не предназначенными для массовых собраний за обильной трапезой, с радостными тостами, с изобилием в еде, с веселостью и шумом в общении? Можно ли избежать? Раньше на Руси великим постом и вовсе прекращалась деятельность театров, зрелищ, и все облекалось в покаянное чувство ради достойной встречи наступающей Пасхи. Хорошо, когда внешняя жизнь в государстве организуется созвучно церковному календарю, но, к сожалению, время нынче не такое, и приходится самому организовывать те процессы, которые касаются нашей мирской жизни, и при этом бывают неуместными во время Великого Поста. Все-таки у нас хозяйство не совсем не плановое, не совсем разумно что-либо планировать из пикников, встреч с любимыми, с родственниками или друзьями на ту пору, которую, знаем мы заблаговременно, будет занимать Великий Пост. Конечно, многое из того, что можно провести, относящегося к собраниям веселым, утешительным, обильным, мы, очевидно, планируем на времена послепасхальные, либо до начала Великого Поста. Если неизбежно совпадает какая-то дата или праздник, пришедший к нам из светского окружающего нас, не знающего церковных традиций и не желающего их знать окружающего мира, мы не призваны быть бесконечно колеблющимися, подстать и в угоду этим обычаям века сего. И если человек привык в конце марта, начале апреля буйно праздновать свои юбилеи или регулярные дни рождения, мы, становясь чадами церкви, отступаем постепенно от этого обряда нашего регулярного участия. А уж последуют ли за этим обиды или, напротив, будет понимание со стороны людей, остающихся вне церкви, это можно оставить на волю Божью, ибо Он знает, что нам полезней. Так что некоторые внешние обстоятельства, прежде вторгавшиеся в нашу жизнь Великопостную и разорявшие ее, теперь будут нами отставлены. И однажды приступят к нам, да пойдем же сейчас как раз самое, что ни на есть развеселые танцевальные премьеры, так ведь же какая гастроль чудная наметилась на начало апреля со стороны блистательного коллектива, а мы говорим, простите, для меня сейчас это и не своевременно, и нежеланно, так что сами как желаете, а я буду довольствоваться другими делами и положением своим в это время. Кто-то обидится, кто-то нет, но это уже дело выбора тех, кто предлагает нам неуместные, несвоевременные в эти дни Великопостные развлечения. То, что касается свадьбы, то Церковь ясно формулирует свою позицию, таинство венчания не совершается уже со дня заговенья на мясо уже в Масленицу, венчания не бывает, и возобновляется оно только на Фомину неделю, на седьмой день после Пасхи Христовой в Антипасху, Красная Горка называется этот день на Руси, и как раз является он днем возобновления совершения таинства венчания. Как же быть с теми, кто назначен расписаться со своим избранником, избранницей в дни поста? Здесь переживать нечего. Сам по себе, сам по себе Рос Чаркпира в отделе регистрации гражданского состояния не имеет в себе никакого антипостнического содержания. Если это происходит торжественно и чудно, благоговейно и строго, радостно, но не безрассудно, то никакого разорения постным порядком от вашей росписи не происходит. Тем более, что самая супружеская близость для православных христиан имеет право быть вполне благодатна, о чем говорит апостол Павел, брак свят и супружеская ложа нескверна, там, где уже торжествует таинство и совершено таинство венчания. А с ним, конечно, придется повременить. Так что роспись, которая вполне может быть событием, хоть и радостным, но при этом сосредоточенным и дельным, может состояться в любое время, и нет необходимости сопровождать ее какими-то бурными возлияниями и плясками на то, что невеста будет прекрасно облачена, как и жених, в этом нет разорения великопостного порядка и чистоты. Но другое дело, пускай эта роспись еще не будет для вас чувством того, что все необходимое совершено для вступления в супружескую жизнь. А вот уже самое венчание, которое после в саму Красную Горку, как это было раньше принято на Руси или в любой день позже в соответствии с церковным уставом будет совершено, вот это и начало уже полноты вашего супружеского единства, супружеской близости. Так что будем некоторые праздники переносить и никакого ущерба для вашего здоровья, для поднятия бокалов за него не будет, если вы, родившиеся в начале апреля, соберете друзей в начале мая, чтобы и пасхальным приветствием и лобызанием обменяться и заодно поблагодарить Бога за очередной год своей жизни. Ну, а какие-то торжества вполне можно совершить без излишеств, когда и трапеза на столе постная, и общение благоразумное, и почтительное, и самый праздник, что бы он в себе не заключал, не будет служить к разорению тех постнических порядков, которые мы призваны сохранить, приуготавливаясь к великим праздникам, особенно к Пасхе Христовой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...